Привет из Нью-Йорка! С вами Василий. Сейчас погуляем по азиатскому магазину и я расскажу, что это продается такое интересное. Я живу в Нью-Йорке больше 4 лет и это сейчас перед вами мисо-паста. Кто смотрит японские всякие сериалы, передачи, аниме, мисо-супчики, в общем, все это делается из этой мисо-пасты. Это маринованный дайкон, очень вкусный, мне очень понравился. Вкус у него такой, что я как будто бы где-то пробовал в детстве в России. Это были рисовые клетки, как я понимаю, могу ошибиться. Это засушенные креветки. Это я не знаю, но опять что-то из макарон, наверное, какие-то гнездышки. Это диетические макароны, 20 калорий на всю пачку, но по вкусу это больше как грибы на консистенцию. Ну, если вы их немножечко потушите, минут 10-20, то будет более-менее похоже на макароны, но по вкусу это очень далеко от макарон, то есть вы себя не обманете. Кто хочет похудеть, вы не обманете себя, что вы едите пасту. Это по вкусу интересно, необычно. Гости скажут, какая интересная паста, но вы так будете знать, что там калорий нет. Это капуста кимчи. Мне она довольно-таки неплохо зашла, но второй раз я ее покупать не буду. У нее интересный специфический вкус, и это надо знать. Я не знаю, что это. Я не знаю, что это. Листики какие-то или томаты сушеные. Это не что плохое, что люди могли подумать. Это сушеные перчики, наверное. Да, перчики чили, скорее всего. И какая-то паста. Чили пасту я тоже покупал, как мисса в таких контейнерах. Очень хорошо у меня зашла. Очень вкусная. Здесь очень много разных интересных супчиков в азиатских магазинах продается. Вот это у меня уже слюнки текут. Это лапша быстрого приготовления из разных стран. Есть из Таиланда. Здесь продается из Китая, из Южной Кореи, из Японии, из Тайваня. В общем, много всего интересного. Это газировки или минералки с разными ароматами. Ну, сами понимаете, за бренд, за картинку идет доплата. И может быть просто потому, что везти далеко. Бывает, а вон Sailor Moon, смотрите. Вкус у Sailor Moon, честно говоря, самый такой простой. Выбрали персиковый, но это только аромат. Персиковый, знаете, такая минералка есть везде. Но, разумеется, я покупал, я пробовал, потому что я ведусь на маркетинг. Я готов был, да, вот видите, я купил. Я готов был заплатить за это. Потому что мне это было очень интересно. Здесь много всего интересного, много разных напитков. Вон арбузный какой-то напиток, что-то молоко с каким-то соком. Это что у нас? Это я уже что-то на улице смотрю. И я не понимаю, что это. Листья какие-то, наверное. А, нет, не на улице, извиняюсь. В магазине где-то. Может быть, даже это несколько магазинов. Это разные напитки. Лавандовый. Меня привлек цвет. Посмотрите, как красиво. Я опять слюной истекаю. Здесь очень много интересных напитков. Все тоже не перепробовать. Есть разные интересные маринованности. Всякие сушености. Есть, если зайдете в азиатскую аптеку, в китайскую аптеку, то там будут даже сверчки всякие, разные насекомые какие-то сушеные. Я не помню. Цикады, по-моему, я видел. Там написано, что и от чего. Написано по-китайски, но через переводчик вы можете перевести. Здесь бывают очень интересные консервы. И не догадаешься, что это. Нужно взять переводчик, потому что я просто не понимаю, что это нарисовано. Что я для себя заметил? Если что-то завернуто в красивую, аутентичную упаковку, в горшочек, сверху плетение какое-то, то это не просто так в 10 слоев завернуто, поверьте мне. Поверьте мне, что это я. И, скорее всего, там будет очень интересный аромат. Поверьте, я пробовал маринованности разные. Я пробовал тофу маринованный в каком-то... Вот наподобие, да, да. Я не понял, в чем это мариновали, но я больше покупать, если честно, не особо говорю. Это, понимаете, такие интересные вкусы? Или куда-то добавлять, или просто надо знать, или с детства это любить. Потому что я, правда, не понимаю. Я, например, американцам пытался объяснить, что такое квас. Это напиток из хлеба. И на меня смотрят, типа, ты в адеквате вообще? Что значит напиток из хлеба? И, наверное, у каждых народов есть такая интересная, аутентичная кухня, которой очень необычно надо подходить. Я, вот, например, не все азиатское понимаю. Потому что иногда очень сильный, яркий, такой острый вкус. Но это только лично мое мнение. Не кидайте в меня тапки. Я, например, дико острое просто не могу есть. А вот тофу, который я один раз пробовал, маринованный, он очень был кислый, очень острый. И я даже не понял, куда его надо добавлять. Куда-то явно надо это использовать. Или, например, у супчика может быть очень необычный аромат. Для меня, который привык к обычной такой уральской кухне есть, это было очень непривычно. Но у всех людей вкусы разные. Ой, сушеные снеки я просто обожаю. Это просто у меня очень вкусно. Мне кажется. Смотрите, как много всего интересного. О, я это купил даже, да? Я это так давно записывал, что я не помню, если честно. Ну, да, это желудок. У нас в группе на курсах английского языка были китайцы. И они такие, ням-ням-ням, желудок со специей, ням-ням-ням. Так по животику поглаживали, показывали, как это вкусно. И я просто не фанат подобной кухни. Я, ладно, в общем, проехали. Смотрите, из черного кунжута много всего интересного делается. Напиток мне из черного кунжута очень сильно нравится. Он по густоте, как густой такой какао, прям как кисель. Он очень вкусный напиток из кунжута. Он пахнет орешками, пахнет кунжутом. Я опять повелся на маркетинг. Что это, я не знаю. Если яркая, большая такая упаковка, я побегу смотреть, что это, и щупать. Не стал покупать, потому что я не помню, чтобы я это ел. Но это интересно. Это сахар, наверное, какой-то, да? Что это? А, я не... А, кокос. Похоже, да? Наверное, это кокос. Какие-то кусочки кокоса. Ну и, понимаете, очень интересная кухня. И нужно просто с детства некоторые продукты любить, скорее всего, я подозреваю. Я же, вы знаете, из тех людей, которые готовы пробовать все самое необычное. Но, например, я так и не готов попробовать тысячелетнее яйцо. Оно так называется. Оно маринуется под землей, обмазывается какими-то то ли специями, то ли чаями. И я могу ошибаться. В общем, вот такие дела с вами был Вася из Нью-Йорка. И ролик такой про магазин. Спасибо, что посмотрели. Да, это мороженое из гороха. Да, есть из фасоли. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok